Однажды весенним вечером 1895 года, вот на этой тихой когда-то Вознесенской улице, можно было видеть молодого, высокого, чуть сутулого человека, который размашистой походкой шел по тротуару, а потом остановился возле небольшого деревянного двухэтажного дома, два окна которого были ярко освещены, а остальные тонули в вечернем сумраке. Из немцев вроде. А кто его ныжена? Что я сделаю для людей? Как не чорен сумрак ночи, не прогляден и глубок, но и в нем отыщут очи одинокий огонек. Дом на Вознесенской выходил на улицу восемью окнами. Два окна слева от кабинета хозяина, потом зал, гостиная с камином и столовая. Спальни выходили на другую сторону, на террасу и на Вологу. Этот дом в Самаре хорошо знали, так как по вечерам сюда часто сходились люди самых разных профессий и возраста, которых объединяло одно – стремление думать над событиями в стране и в городе. Журналисты, писатели, актеры, инженеры, учителя – те, чьи интересы были шире стен кабака и бани. Говорят, однажды здесь можно было видеть писателя-народника Златовратского, немолодого, лысого, с бахромой длинных волос, которые спускались с затылка на воротник черного сюртука. Он был очень молчалив и смотрел из-под седых бровей на происходящее, думая о чем-то своем. А вот его спутник, напротив, говорил почти не умолкая. Это был молодой, высокий студент, недавно высланный из Москвы в Самарскую губернию. Звали его Виктор Миролюбов. Он обладал феноменальным басом и даже пел как-то в Большом театре под именем Виктора Мирова. Совсем скоро вся читающая Россия узнает его как редактора популярного журнала для всех. Инженер и писатель Гарин Михайловский, судебный следователь Яков Тейтель, журналист Николай Ашешев, присяжный поверенный Босяцкий, местные учительницы и многие другие. Это они собирались в доме Пазерн и проводили вечера в горячих спорах, которые не прекращались часами. Спорили о политике, о литературе, о театре, о том, кто виноват и что делать. Горячо, не соглашаясь ни на какие компромиссы, шумели молодые Циммерман, Чириков, Григорьевы. Насупившись и философски поглядывая на спорщиков, кажется, немного дремал Аненков. С интересом вслушивались в споры Зиночка Пазерн и ее муж Александр Смирнов, возле которых примастился на краю дивана и робкий юноша-новичок, еще не видавший ничего подобного в жизни и теперь внимательно изучавший этих провинциальных ораторов. Спорили до хрепоты, поминая то Спенсера, то Маркса, то Дарвина, пока, наконец, на столе не появлялся самовар, примирявший спорщиков. Карл Карлович Пазерн родился в Симбирске в ноябре 1844 года. Его родителями были купец Третьей гильдии Карл Пазерн и его супруга Анна Амалия. Там же он был крещен и наречен при крещении Карлом Генрихом. После окончания юридического факультета Московского университета Карл Пазерн начал службу в канцелярии управляющего Московским архивом Министерства юстиции в должности столоначальника. Здесь он прослужил 8 лет и был произведен вначале в губернские, а затем в статские секретари. Однако в декабре 1969-го столоначальника Пазерна от должности отстранили в связи с привлечением его по делу об обнаруженных в разных местах империи признаках злоумышления против существующего порядка правления. Правда, полтора года спустя в должности его восстановили, но ненадолго. В середине 70-х Пазерн подал прошение с просьбой уволить его по домашним обстоятельствам. Видимо, не последнюю роль в этих обстоятельствах сыграла его причастность к так называемому Нечаевскому делу. Это было убийство студентами своего товарища, который отказался принять участие в расклейке антиправительственных листовок. Был ли Пазерн и впрямь причастен к этому делу, которое, кстати, вдохновило Достоевского на написание романа «Бесы» или нет, неизвестно. Но так или иначе, в середине 70-х 30-летний Карл Карлович Пазерн переехал из Москвы в Самару. В Самаре Пазерн служил присяжным поверенным Самарского окружного суда. Среди тех, кто не раз и не два обращался к нему за помощью, был Альфред Филиппович фон Вакана и многие другие известные самарцы, чьи интересы Пазерн отстаивал. А в последний раз он вошел в это здание в апреле 96-го. Умер Карл Карлович Пазерн. Это было так неожиданно, так трагически странно. За какие-нибудь полтора часа до смерти Карла Карловича, пишущий эти строки, встретив его на улице, говорил с ним. И Карл Карлович был спокоен, даже весел, шутил. И ничто, ни одна черта в лице этого симпатичного и ценного человека, ни одна нота в его голосе, не указывала на то, что роковой недуг почти уже довершил свою разрушительную работу, и что смеющийся человек через час будет добычей смерти. Много работал Карл Карлович на своем веку. Его есть чем помянуть в Самаре. Он был фактическим основателем общества любителей изящных искусств и в течение шести лет вложил много сил в это дело. Не меньше их пошло на дела общества поощрения высшего образования, на общество трезвости и на устройство народных чтений. Он являлся чтецом и декламатором на филантропических вечерах и на народных чтениях. От обсуждения городских дел он, не отдыхая, садился за разбор сложных юридических вопросов. Кончив с правом, шел в клуб канцеляристов читать. Это была жизнь полная труда, хорошая жизнь человека, всегда руководившегося принципом и ставившего честь прежде всего. Едва ли не главным увлечением покойного Пазерна было музыкально-драматическое общество, которое состояло из местных театралов, лиц свободных профессий, чиновников и их семейств. Помещалось же это общество вот в этом доме Ушакова на Дворянской улице, арендуемом благородным собранием. В зрительном зале этого собрания, во втором этаже, занимаемом обществом, Карл Карлович с неизменным успехом читал стихи и рассказы Горбунова, Андреева Бурлака и выступал в ролях резонеров и характерных героев. Не отставала от мужа и Мария Сергеевна Пазерн, ученица артистки малого театра Медведевой. Жена Пазерна, Мария Сергеевна, была на год старше своего мужа. Она родилась в дворянской семье в Ковровском уезде Владимирской губернии и была одной из восьми сыновей и дочерей отставного штаб-сродмистра Сергея Николаевича Кишкина и его жены Екатерины Алексеевны. Первым мужем Марии Сергеевны Пазерн был некто Сергей Леалин, от которого она родила сына Александра. А вдовев вышла замуж за Карла Пазерна. Но домашние хлопоты никогда не были единственным содержанием ее жизни. Помимо домашних хлопот, она участвовала в благотворительных вечерах и концертах, а также в спектаклях, где играла роли купчих и комических старух, а также принимала участие в судьбе тех, кто нуждался в помощи. Именно таким нуждавшимся в помощи человеком был тот самый юноша, который весной 1895 года впервые переступил порог дома Пазернов. Звали его Алексей Максимович Пешков. Он совсем недавно прибыл из Нижнего в Самару. Никого здесь не знал. Именно в ней, в Марии Сергеевне, нашел материнское отношение к себе и советовался с ней по многим вопросам личной жизни. Дорогая и уважаемая Мария Сергеевна, примите мое сердечное спасибо за вашу помощь, на которую вы так щедры и которую я едва ли заслужил. Я обращусь к вам снова с просьбой. Похлопочите, чтобы Шарыгин сделал для меня портрет незабвенного Карла Карловича. Мне очень хочется его иметь, и я был бы очень рад по приезде в Самару взять его у вас. В Самару очень хочется. Повидал бы вас и душевно поговорил с вами. Смотрел бы, как задушевно и глубоко улыбаются чудные глаза Зинаиды Карловны. Поспорил бы с милой Анастасией Уваровной и с Александром Александровичем. В сущности, фортуна ко мне благосклонна. Сколько хороших людей я знаю. Еще раз мое спасибо вам, дорогая Мария Сергеевна. Низко кланяюсь. Ваш Алексей Пешков. В августе 96-го будущий известный писатель Максим Горький. А пока Алексей Пешков обвенчался в Самарском Вознесенском соборе с Екатериной Волжиной. На венчании и на свадьбе присутствовали только самые близкие люди, среди которых и она, Мария Сергеевна Пазерн. К этому времени овдовевшая и все больше времени проводившая дома. с внучками, которых родила их общая с Карлом Карловичем дочь Зинаида. Внучек было четверо. Маша, Лиза, Нина и Вера. После того, как в 1900-м не стала их матери, все заботы по их воспитанию легли на плечи Марии Сергеевны. Руки и плечи, надорвавшиеся под тяжестью этой ноши. Марии Сергеевны не стала в сентябре 1906 года. Ее тоже отпевали в Вознесенском соборе, где когда-то венчались пешковы, а до этого выходила замуж ее дочь Зинаида Карловна. Был тихий сентябрьский день. То принимался моросить, то прекращался дождь. А Самара прощалась с человеком, который своим присутствием делал этот город более светлым и человечным. Может быть, и поэтому, а не только в силу личных причин, Максим Горький в 1898 году, выпустивший два тома своего самого первого собрания сочинений, один из них посвятил Марии Сергеевне. То есть, самой Марии Сергеевне, которую он когда-то благодарил за щедрую помощь, которую, по его словам, едва ли заслужил. И спокойней дышит путник, а в ожидании света дня есть и в царстве ночи люди, не гасящие огня. С вами был Михаил Перепелкин.